Добрый день! Кубик 4х4 это более сложная версия стандартного кубика Рубика 3х3. Если вы не умеете собирать кубик 3х3, то я очень советую научиться и потом уже приступать к более сложному варианту, поскольку все знания кубика 3х3 пригодятся в сборке и 4х4. Как видно из названия, это четырехслойная головоломка, которая имеет 8 углов, 24 ребра и 24 центра. Углы это такие же элементы, как в кубике 3х3, имеющие 3 цвета. Ребра элементы имеющие 2 цвета, но их в 2 раза больше, чем в кубике 3х3. Децентральными элементами мы будем называть элементы, которые имеют 1 цвет. Помимо внешних элементов, кубик 4х4 имеет и внутренние элементы, которые в сборке не участвуют, но необходимы для вращения этой головоломки. Так же, как и с кубиком 2х2, я настоятельно не рекомендую разбирать кубик 4х4 механически, если в этом нет особой необходимости. Если кубик в порядке, лучше его механически не разбирать. В сборке кубика 4х4 мы будем рассматривать всего лишь 3 этапа. На первом мы соберем центры, то есть центральный элемент соберем по 4 вместе. На втором этапе мы спарим все реберные элементы. На третьем этапе мы соберем кубик как 3х3 и при необходимости решим паритеты. Сборка центров Сборка центров – это абсолютно интуитивный этап, который не будет задержать в себе никаких сложных алгоритмов. Начнем с белого цвета. Это не обязательно, но поначалу будет удобнее запоминать расположение цветов. Цель этого этапа – собрать 4 центральных элемента одного цвета на одной грани. Как это сделать? К примеру, видим мы один центральный элемент и второй центральный элемент. Нужно их совместить таким образом, чтобы они встали рядом. Для этого мы можем повернуть, к примеру, верхнюю грань и вот так вот их соединить. Мы собрали так называемую полоску. Полоску из двух элементов белого цвета. Теперь нужно, не разрушив эту полоску, собрать еще одну такую же. Находим третий белый элемент и четвертый. И аналогичным образом их совмещаем. Повернем вот так вот верхний и опустим его к нижнему. Обратим внимание, что нижняя полоска у нас сохранилась. Если этого не произошло, то будьте внимательны. Возможно, ее надо как-нибудь повернуть или переместить на другую грань. Теперь эти две полоски нужно поставить вместе. Делается так же интуитивно. Еще один пример. Мы видим два белых центральных элемента. Совмещаем их в полоску. Ищем третий и четвертый. Вот один, вот второй. Белая полосочка у нас здесь. Если она у нас каким-то образом получилась в таком положении, то, когда мы будем совмещать эти два белых элемента, она может разрушиться. К примеру, ставим их в такое положение. Поднимаем. Но первая белая полосочка у нас разрушилась. Чтобы это предотвратить, мы ее сначала повернем вертикально. И после этого уже совмещаем вторую. И ставим их обе рядом. Этот этап легко освоить. Главное понять принцип. После белого цвета нужно собрать желтый. Почему желтый? Потому что он находится на противоположной стороне, так же как в кубике рубика 3х3. Напротив белого желтый. Здесь мы будем пользоваться похожими схемами. Видим один элемент, видим второй элемент. Расположим белый цвет слева, чтобы он не мешался, случайно мы его не разрушили. И соберем первую полоску. Готово. Теперь эту полосочку нужно отправить вот на эту грань. Чтобы она была напротив белого цвета. Возьмем кубик так, чтобы белый цвет был снизу. Значит, желтый цвет будет сверху. Если мы просто поднимем желтую полоску наверх, то тем самым мы разрушим белый центр. Этого делать не следует. Как же быть? Мы поднимаем желтую полоску наверх, два раза вращаем верхний слой и опускаем правую грани обратно. Получается белый центр цел и желтая полоска на месте. Возвращаемся в положение, когда белый цвет слева и ищем элементы для второй желтой полоски. Видим один, видим второй. Ставим их в удобное положение и делаем полоску. Опять белый цвет вниз. И смотрим. Эту желтую полоску нужно поставить вот сюда. Если мы поступим так же, как в предыдущем случае, то есть поднимем, два раза повернем крышу и опустим, то наша новая полоса, конечно, вверху останется, но зато старая опустится вниз. Чтобы этого не происходило, нужно ставить новую полоску на место старой. То есть как бы выбивая ее. Таким образом мы выбиваем старую полоску, разворачиваем верхний слой, возвращаем старую и получается у нас центр готов. При этом белый цел. Попробуем еще раз. Белый центр собран. Собираем желтый. Ставим белый центр слева и собираем желтую полоску. Видим два элемента. Ставим их рядышком, создавая полоску. Переворачиваем куб белым вниз. Поднимаем полоску. Разворачиваем верхний слой. Опускаем полоску. Желтая на месте. Белый центр цел. Возвращаемся. Ищем еще два желтых элемента. Делаем из них полоску. И нужно поставить ее наверх. Если мы в таком положении будем ставить, то у нас получится вот такая вот конструкция, которая нам не очень удобна. Поэтому мы разворачиваем верхнюю полоску в вертикальное положение и выбиваем ее нижней полоской. Разворачиваем верхний слой и возвращаем. Так называемые возвратные движения. Желтый центр на месте. Белый тоже. Очевидно, что если у нас желтая полоска оказалась справа, то верхнюю полоску тоже нужно поставить вертикально справа. Все равно по одной линии. Неважно справа или слева. Рассмотрим еще случай, когда у нас уже на желтой стороне есть какие-то центральные элементы. Белый снизу, желтый здесь. В этом случае мы также собираем первую полоску и пытаемся поставить ее наверх. Причем не так существенно, где будет находиться вот этот желтый центр. Мы можем его как оставить, так и выбить. Если мы его хотим выбить, то его нужно поставить так, чтобы он не совпадал с линией вот этой полоски. Мы это поставим сюда. Это должно быть немножко сбоку. Что у нас в этом случае получится? Поднимаем два раза верхний слой обратно. Верхняя полоска на месте. Ну а вот этот элемент опустился вниз. Если же мы поставим вот этот элемент на пути движения нижней полоски, то у нас получится три элемента сверху. Тут выбирайте, какая ситуация вам удобнее. В случае, если сверху осталось три элемента, нам нужно поставить еще один. Что мы делаем? Мы располагаем верхние три элемента таким образом, чтобы над одиночным элементом была палочка. А вот этот элемент стоял на том же уровне, что и нижний. То есть, если этот располагается снизу, а не сверху, то этот элемент тоже должен быть снизу. Почему? Если мы поднимем, то у нас образуется палочка. Мы отведем ее в сторонку и вернем другую палочку. Получится центр. Если у нас одиночный элемент в этом положении, то мы должны расположить вот эти три элемента вот таким образом. То есть, здесь палочка, вот этот одиночный элемент находится сверху. Этот сверху и этот сверху. Поднимаем, получаем палочку, отводим в сторонку и возвращаем. Если вы поняли принцип, как собираются белые и желтые центры, то дальше пойдет гораздо легче. После того, как белые и желтые собраны, мы берем их так, чтобы белый был слева, а желтый справа. Можно, конечно, и наоборот, но давайте делать как-нибудь одинаково. После белого и желтого мы будем собирать синий центр. И собирать мы будем точно так же, как белый. Находим один синий центр, второй синий центр. Ставим их так, чтобы они совместились. Получили палочку. Ставим ее вертикально, чтобы не разрушить. Поскольку белый и желтый центр у нас собраны, мы кубик перехватываем только в таком направлении. Видим еще два элемента. Они стоят на одной грани. Но это не страшно. Мы можем отвести один из элементов на соседнюю грань. Там его развернуть и соединить. Поскольку у нас первая палочка стояла вертикально, наши вот такие вот движения ее не разрушили. Ставим эту же палочку тоже вертикально и совмещаем с первой. Синий центр собран. Дальше очень важный момент. В кубике 4х4 центры не фиксированы, как в кубике 3х3, где напротив белого всегда желтый, напротив зеленого синий, красного оранжевый. В кубике 4х4, из-за того, что центр состоит из четырех элементов центральных, мы можем собрать любой цвет на любой грани. К примеру, я могу здесь собрать белый, а желтый рядом с ним, а не напротив. Такое расположение цветов ошибочное, и так делать не нужно. Поскольку мы изначально знали, что белый и желтый располагаются напротив, синий мы можем собрать в любом месте, поскольку относительно него и предыдущих центров мы будем располагать остальные цвета. После синего я рекомендую собирать красный. Как определить, где он должен находиться? Если мы возьмем стандартный кубик рубика, расположим белым цветом к себе, синим вверх, то справа у нас будет находиться красный. Возьмем 4х4 точно так же. Белый к себе, синий вверх, значит, вот здесь должен находиться красный цвет. Значит, именно на этой грани мы будем собирать красный. Для этого мы опять возьмем белый и желтый по бокам, синий расположим так, чтобы он оказался сзади, и вот на верхней грани будем собирать красный. Как это делать? Мы должны опять же собрать какую-то красную полосочку. Для этого возьмем один красный элемент и второй красный элемент. расположим их так, чтобы при вот таком движении получилась палочка. Но важно помнить, что синий цвет у нас уже собран и разрушать его нельзя. Поэтому мы должны делать все движения возвратные, так же, как мы делали с желтым центром. То есть поднимаем, отводим в сторонку, возвращаем. Этот заход обратный, он обязателен. Теперь вот эту красную палочку мы должны поставить на место красной грани. Если синий цвет здесь, белый здесь, белый, синий, красный. Не важно, что здесь расположено, просто поднимаем, поворачиваем их два раза и опускаем. Мы приходим к ситуации, когда сверху у нас три элемента, снизу один. Так же, как и с желтой гранью, мы будем решать ее следующим образом. повернем верхние три элемента таким образом, чтобы над одиночным находилась палочка. А одиночный элемент с левой стороны был на том же уровне, что и нижний. То есть этот сверху и этот сверху. Поднимаем, получаем палочку, отводим в сторонку, возвращаем. Когда вы собираете красный центр, может возникнуть еще три не очень приятных ситуации. К примеру, у нас три красных элемента находятся на своем месте, белый, синий, красный. А здесь никакого красного элемента нет. Он вот здесь вот, далеко. Мы можем поступить двумя способами. либо сначала поднять этот красный, отвести в сторонку, вернуть и прийти уже к знакомой ситуации, которая легко решается. Либо решить эту ситуацию сразу снизу. Для этого мы обращаем внимание, что этот элемент стоит в самом низу, в левом углу. располагаем верхнюю палочку над ним, а вот этот элемент справа и снизу. Чтобы, когда мы двойным движением поднимем этот элемент, получилась палочка. Мы ее отведем также в сторонку и вернем также двойным движением предыдущую. То есть, это то же самое, что было до этого, но приходится делать двойное движение от этого слоя. Или может быть зеркальная ситуация. Также, если у нас здесь палочка и еще одна палочка снизу, мы также можем ее сначала поднять сюда, а после этого решить. Либо решить сразу отсюда. Расположить их друг под другом, двойным движением поднять, развернуть и двойное движение вернуть на место. И третья ситуация, когда сверху только один элемент, мы первым движением либо загоняем сюда наверх палочку снизу, ставим их друг под другом, поднимаем двойным движением, разворачиваем, возвращаем и приходим уже к известной ситуации. Ну и модификацией этого случая является вот такой. Здесь каким-то образом совмещаем эти два элемента, получаем палочку, разворачиваем, двойное движение и получаем одну уже из знакомых ситуаций. После красного цвета у нас пойдет зеленый, так же как на кубике 3х3. Здесь у нас белый, синий, желтый, красный и потом зеленый. Понятно, что если мы соберем зеленый центр, оранжевый соберется автоматически. И самая простая ситуация у нас как раз здесь и получилось. У нас есть палочки зеленого цвета и на этой грани и на этой. Для этого мы ставим их в одно положение вертикально и так же как и с желтой гранью, и с красной поднимаем, два раза вращаем верхний слой и возвращаем. В случае если на месте зеленого цвета у нас три элемента, то по знакомой схеме мы ставим над одиночным элементом палочку и можем вращать либо эту грань, либо эту грань, чтобы достигнуть нужного нам положения. То есть над одиночным палочка, а одиночный элемент должен быть сверху, слева. У нас не так, поэтому вращаем палочка, одиночный элемент сверху. все хорошо, проверяем, да, получается у нас здесь палочка, отводим сторонку и возвращаем. Если мы не совместим этот одиночный элемент с этим на одном уровне, к примеру, таким образом, то при выполнении этих движений у нас получится что-то вот такое. То есть палочки не получится, а это нам не нужно. он снизу, ставим значит здесь палочку и это тоже снизу. Поднимаем, отводим, возвращаем. В случае, если на месте зеленой грани у нас только один элемент, мы можем сначала загнать наверх какую-то палочку, для этого мы ее ставим на место под одиночным элементом, к примеру, вот так. И у нас получится предыдущая ситуация. Располагаем друг над другом, одиночный элемент внизу, поднимаем, отводим в сторонку, возвращаем. Есть ситуация, которая больше всех пугает начинающих сборочков кубика 4х4, когда у нас нет ни одной палочки, ни тут, ни тут. Зеленая грань должна быть здесь, поэтому первым делом мы такую палочку попробуем создать. Для этого мы поднимем один из элементов снизу наверх таким образом, чтобы сверху палочка образовалась. Так смотрим, у нас не получается, поэтому раз этот элемент стоит снизу, слева мы также поставим снизу. Создаем палочку, отводим в сторонку, дальше решаем то, что получится. Мы видим три элемента, располагаем над одиночным палочку и одиночный на том же уровне, что и снизу, но справа. Поднимаем, отводим в сторонку, возвращаем. На этом сборка центров у нас закончена. На втором этапе мы должны спарить все реберные элементы. Как не трудно догадаться, если у нас есть один синий оранжевый элемент, то обязательно найдется такой же второй. Наша цель поставить эти два элемента на одну грань, так, чтобы они располагались оба снизу. Вот оранжево-синий и вот оранжево-синий. После этого потребуется выучить один алгоритм. Алгоритм я покажу на другом кубике, на котором уже собраны ребра. Бородим внимание на это бело-красное ребро. Красный цвет направлен на нас, белый вправо. Я надеюсь, что вы уже знакомы с языком вращения кубика робика. Если нет, то рекомендую ознакомиться, либо запоминайте визуально. Следующее движение мы должны сделать. R U R' F R' F' R' 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 Для чего же он нужен? Вернемся к нашим оранжево-синим ребрам. оранжево-синим оранжево-синим для начала мы сдвинем верхнюю половину куба вот таким образом. Это движение U' и сделаем флип. Видим, что сейчас оранжево-синим ребрышко снизу. Делаем флип. И оно становится сверху. Вернем полкубика назад. И мы получим, что оранжево-синим ребра встали рядом. Попробуем повторить. Найдем, к примеру, бело-синее ребрышко и еще одно такое же бело-синее. Любыми способами поставим их на одну грань. Снизу бело-синее, бело-синее. Сдвигаем половинку куба, делаем флип и возвращаем половинку куба. Бело-синее ребро собралось. Ищем дальше. Здесь красно-зеленое и вот красно-зеленое. Ставим ее каким-то образом на одну грань. И мы видим, что у нас они не снизу, а сверху. Можно подумать, что это какая-то другая ситуация. Если вы переживаете, можно просто перехватить кубик кверх ногами. Можно не перехватывать. Можно вращать переднюю грань два раза и сделать движение F2. И они станут снизу. А можно не делать ничего. То есть оставить их оба сверху и сделать все то же самое. Сдвигаем половину кубика. Делаем флип. И возвращаем половину кубика. И видим, что у нас красно-зеленые ребрышки собрались. Только они не слева появились, а справа. Есть ли разница? Да в принципе нет. Мы собираем эти ребра в хаотичном порядке. Как раньше найдем, такое и хорошо. Находим дальше. зелено-желтое ребро. Ставим их на одну грань и видим, что вот это желто-зеленое ребро сверху, а это желто-зеленое снизу. Нужно, чтобы они были либо оба снизу, либо оба сверху. Что же делать? Достаточно просто перевернуть вот это ребро каким-то образом. Мы можем просто использовать алгоритм флип. р у р штрих ф р штрих ф штрих р да, и вот они станут оба сверху. Но можем сделать немного по-другому. К примеру, можем приподнять правую грань, вот у нас здесь оказалось, отвести ее назад, опустить вниз, вот сюда, и двойным поворотом вернуть. И она также перевернется. Покажу еще один способ. Мы можем просто поднять, повернуть переднюю грань, F-штрих, делать движение U, вставляя вот это ребрышко в этот слот и вернуть. Также они станут рядом. Но еще один нехитрый способ это мы можем просто сделать пиф-паф. Вот здесь появится поднять переднюю грань, вставить и вернуть. Интуитивно можно найти еще много разных способов, но по мне проще сделать флип. Да, здесь ходов чуть побольше, но они очень удобные, не надо особо думать, и выполняются они достаточно быстро. И вы лишний раз потренируете эту комбинацию. В итоге любым способом переворачиваете вот это ребро, располагаем, как пример здесь, зелено-желтые оба сверху, делаем с 2 половины куба, флип, возвращаем половину куба обратно. Ищем следующую пару. Синий-желтая, синий-желтая. Ставим на одну грань, получилось так, что они оба сверху. Сдвигаем половинку, делаем флип, возвращаем. Продолжаем поиски. Синий-красный, синий-красный. Любыми способами помещаем их на одну грань. Получились оба ребра снизу. Сдвигаем, делаем флип, возвращаем. Как нетрудно догадаться, эту процедуру нужно будет повторить 11 или менее раз. Всего ребер двойных у нас 12, а два последних соберутся одновременно. Так же, как и центры 5-6 собрались вместе. Ищем бело-красный, бело-красный. Стояб на разных уровнях, я сделаю флип для того, чтобы правое ребрышко перевернуть. Стали они оба сверху, сдвигаем, делаем флип, возвращаем. Проверяем, есть ли еще не собранные ребра. Видим вот зелено-оранжевый и вот зелено-оранжевый. Мы видим, что мы можем поставить вот так вот, а они будут неправильно. Мы можем сразу предугадать этот момент и через переднюю грань поставить вот так. Ну, или поставить как угодно, а потом перевернуть. Оба зелено-оранжевых снизу, сдвигаем, делаем флип, возвращаем. Ищем дальше. Не стоит переживать, если вы вдруг думаете, что своими действиями вы разрушите уже ранее собранные пары. Нет, они остаются целые. Белый, зеленый. Ищем еще одно такое. Белый, зеленый. Оба располагаются сверху. Сдвиг, флип, возвращаем. что у нас осталось. Мы видим, что у нас осталось оранжево-желтые и бело-оранжевые ребрышки. Возьмем, к примеру, бело-оранжевые. Это стоит сверху, надо развернуть. и кроме этих ребер у нас все остальные собраны. То есть, это остались последние. Делаем комбинацию и они оба собираются. Может случиться такое, что и на середине сборки ребер у вас попадутся два таких и они сразу два соберутся. В этом случае вам просто придется сделать этот алгоритм меньше. То есть, вместо 11 раз может быть 10, может и 9. Как повезет. Вся сборка ребер это повторение одного и того же алгоритма. Проверяем, что все пары собраны и переходим к следующему этапу. Третий этап это сборка кубика 4х4 как кубик 3х3. Внимательно осмотрим наши две головоломки. Как я уже говорил в самом начале видео, углы у нас очень похожи. Они имеют по 3 цвета и никак не различаются кроме как размером. Что в 3х3, что в 4х4. То есть, здесь все просто. Ребра у нас теперь состоят из двух элементов. То есть, по сути, вот зелено-желтая ребрышка равносильно вот такому одному ребрышку. Если мы возьмем зелено-желтая. Вот она точно такой же. Когда мы будем собирать 4х4 как 3х3, будем считать это за одно ребро. Ну и понятно, что вот эти четыре элемента будут олицетворять обычный центр в 3х3. Тот, который уже якобы стоит неподвижно. что мы делали в 3х3, когда его собирали? Ну, сначала собирали крест. Здесь можно собирать как методом для начинающих, так и более продвинутым, как вы умеете. Собираем крест. Вот так выглядит крест в кубике 4х4. Не стоит его пугаться, поначалу это немножко непривычно. Но стоит в разок разобраться и дальше становится все просто. Я покажу пару элементов методом для начинающих, остальное более продвинутым методом. Находим белый, синий, красный уголок. Белый крест у нас уже снизу. Располагаем его над своим местом между синим и красным центрами. Здесь можно сделать либо пять пиф-пафов, один обратный. Уголок стоит на месте. Возьмем какое-нибудь другое, к примеру, зеленый и оранжевый. Стоит уже над своим местом, смотрит белым вправо, значит один пиф-паф. То есть ничего сложного, точно так же как в кубике 3х3. Если вы уже владеете методикой сборки F-T-L, то тоже здесь ничего сложного. Оранжево-синяя пара. Просто теперь пары будут состоять из трех элементов. То есть двойное ребро и один угол. А так смысл тот же самый. На всякий случай покажу как собирается ребра методом для начинающих. к примеру сине-красное ребро вот это мы опять же располагаем над своим центром отводим в сторонку поднимаем возвращаем возвращаем и вставляем пару на место. Если вы умеете собирать ребок каким-то другим способом то можно применять и его. Здесь это несущественно. Собираем оставшиеся и мы выходим на одну из ситуаций из которой нужно сделать желтый крест. В данном случае у нас галочка. Мы можем либо сразу сделать ойл-ойл но я покажу методом для начинающих. Передняя грань два пиф-пафа ну или один обратный и возвращаем переднюю. вот это желтый крест который мы можем либо по методу для начинающих собрать либо более продвинутым если вы знаете ойл-ойл. Дальше как обычно мы должны были собрать сначала ребра методы для начинающих либо сразу весь верхний слой если вы знаете пил л. Давайте поэтапно два ребра делаем алгоритм переставляющий ребра и остаются у нас уголки пытаемся их собрать и видим какую-то интересную ситуацию если мы будем дальше пытаться это собрать будем ходить по кругу два угла стоят на месте а два нет это одна из ситуаций которая называется паритет рассмотрим все случаи паритетов поподробнее в кубике 4х4 возможно два вида паритетов один на этапе сборки желтой грани так называемый ойл паритет второй уже на последнем этапе когда мы собираем ребра и углы пил паритет рассмотрим первый из них видим что перед нами какая-то вот такая ситуация не понимаем что это либо палка либо галка мы видим что не хватает чего-то попробуем сделать как будто это палка получим вот такой вот крест без одного элемента будем пробовать еще у нас получается то же самое с любых сторон будем пробовать что-то делать у нас всегда будет получаться что центр либо с одним усиком либо с тремя если центр имеет либо один либо три уса то это паритет стандартной ситуации у нас либо палка с двумя усами либо галка тоже с двумя усами либо точка где вообще нет больше желтых ребер если их нечетное количество это паритет то есть это либо недокрест либо недопалка но если вы не уверены насчет недопалки можете делать как будто это палка и выйти на недокрест сейчас я покажу алгоритм которым решается этот паритет взять нужно крест ну недокрест таким образом чтобы неправильное ребро было перед нами и выполняем следующий алгоритм рв у2 перехват рв у2 рв у2 рв штрих у2 лв у2 рв штрих у2 рв у2 рв штрих у2 рв штрих у2 и мы видим что у нас получился крест как и положено ему быть этот алгоритм хотя и длинный но запоминается достаточно легко после каждого движения есть двойной поворот верхней грани у2 попробуем сделать еще раз у нас идет три движения от себя то есть раз после первого кубика прокидывается назад второе движение от себя третье движение от себя потом три движения на себя второе слева третье один раз от себя и два раза на себя движение верхней грани можно не запоминать поскольку оно идет после каждого движения правой либо левой грани половины куба еще раз чтобы закрепить от себя прокидываем губ от себя второй раз от себя третий раз на себя первый раз на себя второй раз на себя третий раз три раза от себя три раза на себя когда мы на себя поворачиваем грани мы меняем их правое левое правое Дальше от себя На себя И еще раз на себя Легко запоминается Для того, чтобы четко это запомнить Просто раз 10 на собранном кубике Прокрутить этот алгоритм Я думаю проблем не будет После этого мы можем уже Дособирать верхний слой Если нам не выпадет Еще один паритет Но он нам выпадает Как определить, что у нас получился паритет Под названием PL Это если вы собрали ребра Пытаетесь собрать углы Но у вас на место становятся два угла Причем они могут быть как рядом Так и напротив Два угла собраны Два угла не собраны Здесь не так важно Каким образом дальше вы будете держать кубик Важно провернуть алгоритм Который решает Эту ситуацию Здесь движения гораздо меньше И они все однотипные Смысл такой Мы должны Мы должны Вот этот внутренний Правый слой Вот этот Каждый раз вращать дважды Мы можем это делать Либо вот так Либо повернуть полкубика А потом вернуть правую грань Если мы вращаем полкубика Р Делайте как вам удобнее Я запишу в обоих вариантах Алгоритм Мы делаем Р2 У2 Р2 У2 У2 То есть полкубика Два слоя верхних Опять Р2 И еще раз У2 Этот алгоритм Меняет местами Два противоположных Ребра Поэтому Нам придется Заново Собрать ребра И после этого Уже Собирать углы Либо использовать Один из алгоритмов Если вы знаете PLL Собираем ребра Собираем углы Повторим еще раз Эти движения R2 У2 R2 УВ2 R2 УВ2 Если мы довернем Еще раз В верхнюю грань То мы увидим Что у нас Левая и правая Грани остались Собранными Поменялись Два вот этих Проположных Ребрышка Если у вас Вдруг На последнем Этапе сборки Выпала вот такая Ситуация То вы в принципе Можете ее решить При помощи Алгоритма Для решения PLL паритета R2 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 УВ2 R2 R2 УВ2 Ну и соберем В итоге В итоге Если вы умеете Собирать Кубик 3х3 Вам потребуется Выучить Еще Три алгоритма Для того Чтобы научиться Собирать Кубик 4х4 4х4 Это алгоритм Который Собирает Ребра И два алгоритма Для паритетов OLL И PLL Все остальное Это интуитивно Стоит лишь Один раз Понять И дальше Все будет Легко Изложенной В этом видео Информации Вполне Достаточно Для того Чтобы научиться Собирать Кубик 4х4 Но если Вам было Что-то Не совсем Понятно Вы также Можете Посмотреть Видео Со сборками С объяснениями Методом Для начинающих Ссылочку Я приложу А на этом Все Всем спасибо Всем пока